Привет, друзья! С вами дядюшка Али Шоу, и сегодня у меня для вас подготовлено что-то по-настоящему удивительное. Иногда кажется, что я уже показал вам всё самое крутое, а вот и нет. Постоянные находки полезных и занимательных вещей только набирают обороты. Я надеюсь, вы уже подписались на канал, нажали на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно поделитесь своим мнением в комментах. Не забывайте в конце видео конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A53. Подготовили чашку ароматного чая? Значит, у вас всё готово для просмотра. Поехали! Начнём с мега-крутой многофункциональной штуки. Мультитул с возможностью перезаряжаемого фонарика, открывалки бутылок, отвертки, брелок для ключей и карабин. Да, вот этот крепкий малыш может практически всё. Круть. Самое главное – фонарик, который там используется перезаряжаемый. Процент заряда можно отследить на миниатюрном датчике посредине изделия. Объём батареи 500 мАч, 3 режима яркости и возможность быстрой зарядки. Срок службы одного заряда – от 3 до 5 часов непрерывного свечения, в зависимости от выбранного вами режима. При этом само изделие устойчиво к разным погодным условиям. Будет исправно работать и в лютый минус, и в проливной дождь. Так что, если собираетесь на природу, однозначно рекомендую эту штуку выживальщика. Вы всё ещё не пилите крутой контент, а только собираетесь? Тогда вам однозначно нужен вот этот штативо-стабилизатор. Мега-крутая штука для съёмки качественных видео без дёрганий и перевёртышей. Рассказываю. Используя технологию искусственного интеллекта, это устройство осуществляет автоматическое 360-градусное отслеживание, трансформируя ваш смартфон в персонального камермена, который фиксирует каждое ваше движение. Вы с лёгкостью можете переключаться между отслеживанием лица и отслеживанием тела, чтобы создавать динамичные и увлекательные видеоролики, идеально подходящие для танцевальных видео, модных видеоблогов и стримов. Просто соедините Pivo с вашим смартфоном по Bluetooth, и ваша камера будет мгновенно отслеживать каждое ваше действие, словно по волшебству. А теперь пора пошалить. Вот этот дрон стреляет водяными бомбами. Можно устроить крутую перестрелку с друзьями. У него отличный обзор, но он использует три камеры для ведения боя. Пилотирование без задержек передаёт изображение на ваш телефон или планшет. Ёмкость АКБ в 1800 мАч позволяет наслаждаться полётом до 12 минут. При этом с дрона можно не только стрелять, но и записывать крутые видосы, делать вообще крутые фотки. Ещё очень крутая фича – планирование полёта. На экране своего устройства вы можете нарисовать пункты, по которым будет лететь дрон. Ещё есть крутая штука – возврат домой. Как только сигнал с устройством будет потерян, или заряд батареи будет приближаться к нулю, дрон автоматически вернётся домой. Если вы любите создавать настроение в интерьере так же, как я, вам точно зайдёт этот светильник в стиле игры Марио. Признаюсь честно, у меня даже немного свело олдскулы. Заиграла эта 8-битная мелодия в голове из игры. Вот и я о чём. Мега-крутой куб-ночник отлично впишется в интерьер геймера или подростка, ну или просто фанатский интерьер. Заряжается от USB и очень просто включается. Достаточно просто нажать на сторону со знаком вопроса, и он загорится. Точно так же легко выключается. При этом у него достаточно мягкий свет, не помешает сну в ночное время. Ну и раз мы немного затронули игровую индустрию, вот вам суперские игровые наушники для отличной катки. Эти наушники поддерживают три режима соединения. 2 и 4G, беспроводной и проводной. Что позволяет использовать их с различными устройствами. Технология Baseo Sound позволяет отслеживать источник уха. Тем самым даже самое далёкое дыхание босса вы услышите за две миссии до схватки. Для лучшего общения во время игры предусмотрена функция Chat Mix. Комфортные для игры наушники обладают высокой ёмкостью батареи до 40 часов воспроизведения звука. Они также позволяют одновременное подключение к двум устройствам с плавным переключением между ними. Беспроводное соединение возможно до 10 метров. Так что есть возможность даже за бутиками на кухне сгонять. Ёмкость батареи 600 мАч, полное время зарядки около 2 часов. Сами наушники эргономичные и лёгкие, так что даже после потной катки голова не устанет. Мини-мини клавиатура очень сильно напоминает QWERTY вариант для телефона, но штука в том, что её функционал безграничен. Сейчас всё расскажу. Эта клавиатура обладает многофункциональностью 3 в 1. Беспроводная клавиатура плюс тачпад плюс мышь. Её беспроводное соединение работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивая диапазон управления в пределах 3-5 метров. Клавиатура также оснащена сверхчувствительной сенсорной панелью, которая может вращаться на 90 градусов. То есть с этой клавиатурой можно и телек посмотреть, и на сообщения в телефоне ответить, ну и к компу подключиться. Так что её компактность только преимущество. Тим Кук просто офигел от этого видео, я вам точно говорю. Это не революция яблочников, это мега-раскладушка с востока. Ну что ж, давайте посмотрим на функции этого монстра. Емкость аккумулятора 1300 мАч. Производитель уверяет, что этого объёма хватит на 3-5 дней использования. Два слота для сим-карт. Контакты могут хранить до пяти сотен номеров. Чёткий цветной экран шириной 2,8 дюйма в верхней части телефона. Есть фонарик. Вообще, конечно, странно, что они решили скопировать Apple, ведь раскладушка выходила у Самсунга. Ну да ладно. Если не концентрироваться на логотипе, сам по себе телефончик простенький и удобный, так что вполне себе прикольно. А вот с этой штукой круто ходить в поход или летом устраивать затяжные посиделки на природе. Простой в управлении компактный фонарик с тремя режимами освещения, встроенным аккумулятором на 1300 мАч. Этого достаточно, чтобы работать на минимальном режиме неделю. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать фонарик в любой местности. Ему не страшен ни дождь, ни минусовая температура. Минималистичный дизайн и управление одной кнопкой. Включение-выключение питания. Установка режима регулировка яркости. Прозрачная и прочная головка лампы из ПК в сочетании с гладкой матовой текстурой корпуса из алюминиевого сплава. Создают шикарный дизайн инструмента. А вот с этой подсветкой вам в разы станет комфортнее работать и играть. Интеллектуальный беспроводной контроллер поможет установить подходящий для вас режим освещения. Передний и задний свет с возможностью регулировки яркости взаимно дополняют друг друга, минимизируя блики и обеспечивая максимальный комфорт для глаз. Усовершенствованная асимметричная оптическая конструкция исключает блики на экране. Возможность настройки и плавной регулировки освещения позволяет переключать режимы, настраивать уровни яркости и цветовую температуру. Более 100 плавных уровней освещения для выполнения работы или для отдыха. Крепится лампа прямо на монитор. Универсальное крепление позволяет не переживать о том, что ваш монитор не подойдет. А вот эта штука однозначно зайдет студентам и школьникам. Портативный Wi-Fi сканер предназначен для хранения ваших документов, фотографий, журналов, домашних заданий, черновиков, рукописей. Максимально просто в управлении. По Wi-Fi соединяется с любым устройством и передает данные. Или можно вставить флешку и хранить отсканированные документы на нем. Перезаряжаемый сам подскажет, когда пора ставить на зарядку. Легкий и компактный не займет много места в рюкзаке. При этом лекция или важный документ точно останутся у вас. Очередной экземпляр, от которого свело олдскулы второй раз за этот выпуск. Что-то новенькое. Мини-консолька в стиле ретро захватывает не только своим дизайном, но и наличием игр. Предустановлено около 200 ретро-игр. Собрано всё, что проходилось с 90-х по нулевые. Несмотря на супермаленький экранчик, всего 3 дюйма, он хорошо просматривается и не бликует. Встроенный литиевый аккумулятор можно полностью зарядить и может поддерживать 5 часов игры. Поэтому вам не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора. Но в крайнем случае время заряда до 100% при ставке всего 3 часа. Так что ждать недолго. Такую игрушку легко взять с собой в самолет и наслаждаться долгим полетом с крутыми игрушками. Магнитную жидкость мы с вами уже видели и знаем, она невероятно притягательна и круто выглядит в разных сосудах. А вот тут феромагнитную жидкость запихнули в модель аркадного автомата. И получилось очень круто. Получилось так, что теперь ей можно управлять. Напомнила детскую игрушку, там где нужно нацепить колечко на шпиль, помните? Тут нечто похожее, только гораздо эффективнее. Я думаю, что эта штука что-то вроде антистресса, но при этом дополняет дизайн интерьера. Прикольно. А вот вам DIY для любителей собирать мощные тачки. Мотор V8 будет рвать как дикий зверь, я вам точно говорю. Это отличная игрушка. Думаю, будет интересно не только ребенку, но и взрослым. Мотор наглядно демонстрирует работу в автомобиле. Ну и тот факт, что каждый цилиндр вы соединяете самостоятельно, только подогревает интерес к изделию. Сама игрушка выполнена из нержавеющего металлического сплава. Что только увеличивает достоверность. Ну и в собранном состоянии она выглядит потрясающе. Действительно похожа на настоящую модель. С такими игрушками легко воспитать тягу к инженерии и технике у ребенка. Напечатанный фонарик, честно говоря, как только я его увидел, я подумал, что это какой-то атрибут к супергеройскому фильму. Ну что-то типа у человека паука паутина, а у тебя фонарик вместо пальца. На самом деле это очень практичная штука. У тебя и руки свободны, и в то же время хорошо видно в темноте. Легко можно что-то достать из чулана или поменять в нем лампочку. Удобно, короче говоря. Устройство перезаряжаемое, так что не требует замены обычных батареек, что тоже удобно. Лампа-зажим для телефона. Актуально любителям по селфица. Имеет три режима света. Холодный, теплый, мягкий. Само по себе кольцо максимально простое. Крепится к телефону как прищепка. Настраиваете свет в зависимости от потребностей, от освещения и делаете фото. Еще одно применение лампы как ночник. Батарейку почти не использую, так как установлена LED-лампа. Так что можно включить в качестве дополнительного освещения. Удобная штука. Кстати, можно подключить ее к пауэрбанку или напрямую к розетке через низкоамперный блок. Любителям собирать лего посвящается. Лего Джокер. Но это не просто конструктор. Бюст Джокера моторизировано управляется дистанционно. Да, мега крутая игрушка. Итак, набора вам точно хватит на пару вечеров. В сборке 1478 кубиков. Плюс блок питания, пульт, ДУ и аккумулятор. В итоге получается крутая игрушка, которая крутит головой, издает звуки. А сзади платформа, на которой можно отследить, как крутится каждый из моторчиков. Крутая штука. Однозначно для оценителей. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу. Но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A53. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Женя Остапов. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока.